Добрый день, дорогие друзья! Сегодня у нас с вами будет очень интересная тема. Мы с вами рассмотрим травяные сборы. В компании Faberlic достаточно широкая линейка травяных сборов, о которых мы с вами поговорим. Конечно, все мы не сможем осветить, но выборочно я на некоторых остановлюсь. Мы уже с вами останавливались на таком сборе, как тонизирующий сбор энергии, и прям более подробно рассматривали все компоненты и влияние на здоровье человека. Поэтому сегодня мы с вами тоже рассмотрим некоторые сборы и некоторые компоненты, потому что линейка действительно обширна. Вы можете выбрать из этой линейки то, что вам подходит, потому что здесь и противовоспалительный сбор олива. Я когда готовилась к эфиру, меня очень заинтересовало, что же может быть в листьях оливы. Но этот сбор меня очень удивил, и очень жаль, что он только назван противовоспалительный, потому что те вещества, которые содержатся в листьях оливы, их, во-первых, очень много, а во-вторых, очень широкий спектр действия, но в принципе, как и во всех других компонентах, которые входят в травяные сборы. Есть сбор иммунитета для поддержания нашего иммунитета, есть мочегонный сбор, если вам это необходимо, есть сбор антипаразитарный, соответственно, там будут присутствовать те, ну, очень, да, известные травы, которые влияют на это. Это и береза, это и мята, чижма, дуб, репешок, шалфей, сушеница, тысячелистник, полынь, ромашка. Есть антистресс. Если вы подвержены стрессу, то, конечно, в этот травяной сбор будут входить компоненты, которые будут вас успокаивать. Есть сбор кардио для здоровья сердца. Есть два сбора детокс, очищение утра и также еще очищение вечер, да, детокс иврем. Есть состав для женского здоровья, цитонорм. Есть еще состав для поддержания нашего желудка. Есть контроль за сахаром, поэтому мы на этом тоже остановимся. Но, опять же, да, вот мне очень, например, понравился контроль за сахаром, потому что там есть такая трава, которая называется галеги. И причем она используется не только для понижения уровня сахара в крови, но она еще используется как патагонная, как противоглистная, при легких формах диабета, для улучшения секреции молока у кормящих матерей. Ее можно использовать. Вот, кстати, опять же, да, нужно здесь понимать, при каких физиологических состояниях можно использовать данные сборы, при каких нет. Нет, есть прям противопоказания, сейчас я вот дальше скажу, где этот сбор прям не рекомендуется, например, беременным женщинам, кормящим женщинам и детям в возрасте до 12 лет. Вот трава галеги, она еще помогает при лечении геморроя, если у вас болит гортань, если вы тоже страдаете ожирением, и мы ее используем для снижения веса. Ну, вообще, очень много трав, которые используют именно для снижения веса. Она очень богата, ну, конечно же, флавоноидами, алканоидами, гликозидами, такими как кемферол и кверцетин, о них мы тоже поговорим, потому что я более подробно буду рассказывать о таком сборе, как олива. Имеются дубильные вещества, фенолкарбоновые кислоты, сапонины, пектиновые вещества. И вот как раз экспериментальным путем было установлено, что присутствие гуанидиновых алкалоидов вот в этом растении, в растении галеги, оно как раз обуславливает пролонгированное гипогликемическое действие. Причем хочу отметить, что в таких странах, как Великобритания, США и Болгария, эта трава используется в официальной медицине для лечения легких форм сахарного диабета. Ну вот смотрите, например, такой сбор, как шуга контроль, контроль за сахар, ой, нет, извините, не шуга контроль, а такой сбор, как Детокс Пивнин, там входит такая трава, как Крушина. Вот здесь очень осторожно, очень осторожно нужно применять тем, у кого есть повышенная чувствительность к препарату. Ну, собственно, это касается всех препаратов, да, если у вас есть аллергические реакции на какие-то конкретно травы, на какие-то конкретно компоненты, которые входят в их состав, потому что травы обладают очень большим составом, то здесь нужно обратить внимание по поводу Крушины, говорю, повышенная чувствительность к препарату, это запоры неврогенного и эндокринного происхождения, это различные энтериты, колиты, это синдром острого кишечника, ну, живота, синдром острого живота и беременность, грудное вскармливание и как раз вот детский возраст до 12 лет, здесь имеются противопоказания. Возможны аллергические, побочные действия, возможны аллергические реакции, возможен метеоризм, какие-то спастические боли, возможно, тошнота. То есть, опять же, здесь нужно говорить и о концентрации, которые присутствуют в составе, нужно говорить еще о количестве конкретного растения, которое, потому что бывает, что на упаковках, допустим, пишут такой состав, там лист земляники столько-то процентов, кора крушина столько-то процентов, на это тоже нужно обращать внимание. Вот еще по поводу Крушины, тоже есть такие особые указания, что вот при длительном применении, когда вы долго применяете какой-либо препарат, ну, давайте не препарат будем говорить, будем говорить травяной сбор или отдельно какой-то моно-траву, отдельно там ромашку пьете, отдельно крушину пьете, или отдельно лаванду пьете, или там мелису, мяту. Но вот в данном случае Крушина может развиться привыкание. Соответственно, будет ослаблен эффект, которым обладает Крушина. И вы еще вообще, если говорить о травяных сборах, должны приготовиться к тому, что, возможно, окрас мочи будет происходить в такой ярко-желтый цвет, потому что там присутствуют флавоноиды, которые могут окрашивать мочу вот в такой цвет, в желтый цвет. Поэтому это норма, пугаться не нужно, это не отклонение. Но, конечно, если вы привыкли пить малину, если вы привыкли пить шиповник, мелису, лаванду, да, или другие травяные сборы, значит, вы употребляете напитки, которые можно назвать таким очень красивым французским словом, как тизан. Потому что, когда вы приходите покупать чай, ну, если вы только не пьете пакетированный и не покупаете в магазине, а приходите в чайную лавку и покупаете чай, то, конечно, вам могут предложить чай черный, красный, зеленый, желтый, какие еще чаи бывают, белый, да, белый чай, но если вы к этому чаю попросите какую-либо добавку, например, ту же мелису, ту же шиповник, лаванду, то это уже не будет относиться к чаю, это будет относиться именно к тизану, потому что чай, это чайная камелия, это дерево, это камелия китайская, или еще называют ее на латыни камелия синензис, дерево, которому просто не дают вырасти, да, и это все чай, но если есть какие-то добавки, то мы говорим уже о сборах травяных, и мы уже говорим о именно тизане. Сразу скажу, что травяной сбор, он полезен в разумных количествах, и также стоит помнить, что это не лекарство, что его нельзя употреблять очень долго, и принимать его на постоянной основе тоже не рекомендуется. Ну, например, смотрите, если мята, мелиса, они вот очень хорошо прочищают, да, носоглотку, благодаря тому, что там содержатся эфирные масла, и плюс они еще обладают противовоспалительным действием. Иван-чай или кипрей его, да, по-другому называют, он способствует крепкому сну. Здесь вот тоже нужно учитывать такую вот особенность, что лучше тогда этот сбор употреблять ближе к вечеру. Лаванда, она обладает антисептическими свойствами, она также служит очень таким хорошим дополнением, можно к черному чаю его миксовать. Кудин, есть такое растение, кудин может тоже помочь очень хорошо при простуде, и травы тоже можно миксовать с чаем.